Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из книги доктора Ярослава Марциновского «Борьба за здоровый нервы». Перевод с немецкого Я. Кост, психотерапевтическая библиотека под редакцией докторов Н. Е. Осипова и О. Б. Фельцмана, выпуск 11, книгоиздательство «Наука. Москва», 1913 год. В данном аудио-видео отрезке речь идет о чтении части второй этой книги под названием «Общим возглавием. Как можем мы сделаться здоровыми?» В качестве эпиграфа я зачитываю, эта книга особенно пригодна для чтения нервно больными людьми. Врач должен просвещать своих больных для того, чтобы они не слепо слушались его, но охотно следовали бы за ним, так как они его поняли. Итак, начинаем. Введение В первой части мы представили возникновение нервности как результат неправильного образа жизни. Это относится как к нервным расстройствам, так и вообще к большинству болезней. Правильное понимание ошибок в соединении с добрым желанием их исправить может дать очень много. Трудно только бороться со слабостью воли и сложным направлением наших мыслей и представлений, которые возникают на почве ослабленной нервной системы. При этом, то при этих нервных в собственном смысле страданиях больной не может обойтись без посторонней помощи, так как в самой сущности этих расстройств кроется то, что они могут уступить только отвлекающему влиянию извне. Во многих отношениях способ излечения настолько ясно выстекает из самых причин нервности, что соответствующие указания даны нами в первой части. Прежде чем перейти к изложению воспитательной терапии, я не могу отказать себе в удовольствии привести здесь первую страницу недавно появившейся работы доктора фон Хольста Рига «Воспоминания о сорокалетней неврологической практике». Высканные здесь мысли имеют большое значение для правильного понимания отношений между врачами и пациентами и помогут в некотором отношении пониманию следующих глав. Общие соображения задачи практического врача. Казалось бы, совершенно праздно говорить о задаче практического врача, так как совершенно очевидно, что эта задача состоит в том, чтобы помогать страдающему больному человеческую своим стремлениям излечивать болезни и недостатки. Первая часть этого положения несомнево справедлива, но со второй частью, я согласиться, не могу. Излечивать болезни – это совсем не одно и то же, что помогать больному человеку. Представление о том, что болезнь вообще можно вылечить, лечить может только природа, не только научное заблуждение, но может иметь и практически плохие последствия как для врача, так и для пациента. И, главное, может препятствовать врачу в исполнении его действительной задачи, то есть в оказании помощи больному человеку. Результатом желания вылечить является всегда слишком энергичное терапевтическое вмешательство в течение естественного процесса с помощью далеко не без различных веществ, действующих химически и физиологически, благодаря чему остается в стороне самое первое правило терапии – примум нон носере, прежде всего не вредить. Врач должен и может помогать больному самым различным образом. Прежде всего он может ему помочь счастливо преодолеть какой-либо процесс телесный или даже душевный, то есть весьма значительно способствовать излечению его болезни. Но врач никогда не может вылечить болезнь. Болезнь не представляет собой какое-либо существо, которое проникло в здоровое тело и согласно с представлениями средних веков должно быть изгнано искусственным врачом каким-нибудь лечебным средством из тела больного. Болезнь есть процесс, благодаря которому нарушается нормальное течение физиологических функций. Этот процесс следует таким же законам природы, как и нормальные процессы. Патология управляет такими же законами, как и физиология, точно так же, как благодаря полному соблюдению законов физиологии, особенно благодаря защите от извне приходящих нарушителей физиологических функций, То есть, благодаря гигиене и диететике человек может оставаться здоровым, точно так же, благодаря знанию патологических процессов, можно весьма существенно влиять на них в благоприятную сторону. Для этого мы должны разумно пользоваться физиологическими функциями в смысле повышения и понижения, а главным образом и здесь помогать путем устранения вредностей, которые, нарушая физиологические функции, вредят более или менее благоприятному течению болезненного процесса. Задача врача состоит в том, чтобы всеми доступными ему научными способами заботиться о создании у больного человека условий, способствующих выравниванию болезненного процесса. То есть, врач должен стремиться к тому, чтобы физиологические функции снова получили господство над болезненными расстройствами. То есть, чтобы могло совершаться извлечение. Само же извлечение – дело природы, а не врача. Врач может только способствовать этому процессу. Врачи именно только натуры, министры и интерпретес, слуги истолкователи природы, и только тогда исполняют они старые требования «primum non nosere», и тогда только они могут действительно помочь больным. Общие положения и распределение материала. Лечение нервных расстройств должно быть, смотря по их происхождению, различным. Из практических соображений хорошо различать две большие группы заболеваний. Первая группа характеризуется тем, что нервное расстройство происходит от избытка предъявляемых к индивидууму требований, следовательно, зависит, так сказать, от количественных отношений. Вторая группа происходит от неправильной переработки своих или чужих мыслей в фактически ложные представления, которые, в свою очередь, обуславливают страдания, кажущиеся с первого взгляда телесными по своему происхождению. Вредно здесь, скорее, качественного характера. Если при этом развивается состояние истощения в сфере телесной или в сфере душевной, все равно, то последние зависят от неприятных душевных волнений, которые сопровождают чрезмерные требования, предъявляемые к психике людей. Несколько примеров пояснят эту группировку. Примером первой группы может служить следующий случай. Девушка нежная, но вообще здоровая, страдает высшей степенью перераздражения, так как отягощенная тяжелой службой, она должна еще ухаживать за своей довольно неприятной матерью. Самые легкие напряжения вызывают у нее резкие боли в спине. В течение продолжительного отдыха эти боли исчезли совершенно без всяких других мероприятий. Совершенно другую картину дают случаи второй группы. А господин Н. 38 лет, органически совершенно здоровый пастор, вследствие недостаточного отдыха и сидячего образа жизни, сделался неврастеником и страдает ожирением. Хроническим приливом к голове присоединились сначала тянущие, а потом колющие ощущения в области сердца, чувство давления. Он ощущает, что имеет сердце. На приеме у врача у него действительно было сердцебиение вследствие, возбужденного состояния и страха, и вот неосторожное слово исследовавшего его врача подтвердило подозрение больного, и у него развился выраженный тяжелый сердечный невроз. Б. Госпожа С. Т. с малолетства, отличающаяся всевозможными странностями, сидит в натопленной комнате. Рядом с ней молоденькая девушка перелистывает иллюстрированный толстый журнал. Через час мы находим старую даму, сидящую у печки и закутанной в теплые платки. Она растирает себе шею теплым маслом. Она говорит, что простудилась от бесцеремонного перелистывания девушкой журнала и теперь страдает сильнейшими болями в шее. Здесь можно помочь, конечно, только радикальной переработкой всех с самого основания извращенных представлений больной. Из этих трех примеров следует, что в случае первой группы мы имеем дело сравнительно здоровым мозгом. Состояние перераздражения и истощения касается только низших нервных центров, заведующих бессознательной регулировкой телесных функций. Здесь достаточно устранить вредные условия, избегать вредностей, изменить прежний образ жизни и нервное состояние самой исчезни. При заболевании второй группы, несомненно, страдания локализуются в бывших центрах, в центрах мышления и чувствования. Страдания в сущности заключаются в неправильном образовании суждений, в самих представлениях, которые ложны не потому, что для их возникновения нет достаточного повода, но потому, что им не хватает логического оправдания. Эти расстройства могут развиваться как в случае втором, а на почве сравнительно здоровой психики и более или менее изолированно и резко ограничено. Дело идет о несчастном стечении случайностей, от которой в конце концов никто из нас не застрахован, как бы он ни был психически здоров, так как внушаемость, то есть легковерие, с которым мы относимся к некоторым внешним впечатлениям, является общим свойством человеческого мозга. Но обычно можно бывает установить, что возникновение таких симптомов подразумевает известную нервность, как приобретенное предрасположение, которое, правда, унаследовано от родителей в качестве возможности, но было фактически развито дурным воспитанием и неправильным образом жизни. В случае 2b, наоборот, дело идет о явлениях, которые указывают на то, что все представления больной, болезненной, в сильной степени, вся душевная личность во всей ее широте и глубине расстроена. Это бывает обычно только в случаях прирожденной психической слабости и привыраженных явлениях вырождения. Для приведенной классификации, конечно, имеет значение то ограничение, что природа представляет большую частью смешанные формы, которые не так легко включить в ту или иную рубрику. Что касается основного направления в лечении случая второй группы, в которой преобладают качественные расстройства высших мозговых центров, то оно может состоять только в требовании разумного душевного влияния психотерапии, так как никакое другое лечение не касается самой сущности страдания. Всякое другое лечение достигает сущности только косвенным путем и должно быть подчинено основной психотерапевтической мысли и только способствовать последней. В противоположность случаям первой группы, требующим лечения отдыхом и покоем, здесь было бы большой ошибкой считать основным направлением лечения оберегание больного. Чувство болезни и слабости в таком случае, несомненно, усилилось бы. Принудительный покой в таких случаях нужно считать профессиональной ошибкой. Больные прямо-таки не переносят покоя. Я должен это особенно подчеркнуть, так как обычно всем нервным больным без различия рекомендуется покой, тогда как мы должны заботиться, чтобы ложное направление их мышления было отклонено и заменено другим рядом представлений вполне определенного свойства. Расстройство течения представлений у этих больных нуждается в исправлении и поэтому целью и содержанием лечения должны быть не покой и оберегание, но отвлечение с помощью деятельности и работы, просвещения и воспитания. Поскольку в каждом отдельном случае преобладают чисто нервные, то есть зависящие от представления расстройства или же поскольку расстройство определяется анатомической основой, может быть, прирожденными свойствами мозга, От этого соотношения зависит та степень требований, которые мы предъявляем к больному, взвешивая необходимое взаимоотношение между работой и покоем. Тем не менее, если даже при тяжелых случаях мы должны будем уступать, то все же нельзя сделать больше ошибки, как слишком понизив наши требования. Всякой нашей уступкой мы укрепляем в больном его болезненное представление о его слабости и невозможности что-либо делать. Лучше требовать, казалось бы, невозможного, и тогда удивляешься, как много могут на самом деле делать такие больные. Всякое боязливое избегание дела только повышает чувствительность и слабость. Правда, при этом требуется нечто трудное и даже болезненное, но это то же самое, что при лечении какого-либо повреждения. Например, перелома кости, когда прошло первое время покоя и оберегания, то работоспособность поврежденного члена должна быть снова восстановлена массажем и движением. Это болезненно, но это необходимо, и это единственно верный путь исцеления. Другой способ приводит как здесь, так и там, к хилости и потере работоспособности. Вот и выбирай. Или боли и излечения, или оберегания и убожества. Поэтому я повторю еще раз. Такие больные просто не переносят покоя. Работа, положительное, деятельное, созидание, восклицательный знак. Им не хватает ни отдыха, но мужества и веры в свои силы. Конечно, надо всегда принимать во внимание размеры их работоспособности, и поэтому нельзя прописывать просто работу, а нужно сообразовываться с наличными силами. Кроме надлежащего покоя, лечение должно состоять в том, чтобы избавить больного от ложных болезнетворных представлений, то есть отклонить на другой путь ложно направленный ток нервной энергии. В случаях 2А мы вполне можем обойтись лечением отдельных симптомов с помощью отклонения внимания и замены больных представлений здоровыми. Иногда достаточно сразу разорвать цепь болезненных представлений, и больной выздоравливает. Об этом способе мы будем говорить ниже. Действия внушения. В случае же 2Б нуждается в длительном и кропотливом воспитании всей личности. Отвлечение не может быть достигнуто сразу же с помощью нескольких сильных впечатлений. Его можно добиться только постоянным, упорным старанием. Нон ви сет сепе каденда. Вода точит камень. Самый главный симптом второй группы – так называемая слабость воли, то есть, собственно, представление о неспособности сделать то или другое. В этом вся сущность их нервности. Поэтому я выделил лечение таких случаев извращенного мышления и неправильных иннерваций в особую главу под названием «Лечение слабости воли». Ну, вот так вот. На этом я заканчиваю ищение этого раздела, скажем так, книги доктора Ярослава Марциновского. И благодарю вас за оказанное внимание, интерес к этой работе. Своебразная такая книга немецкого врача. Ну, как сказано в эпиграфе, что она особо пригодна для чтения нервными людьми. И второе, что больной не должен слепо следовать наставлениям врача, а должен, скажем так, согласаться с ним, поскольку он поверил ему, поскольку он согласился с ним. То есть, по сути дела, он сам должен это делать, а не по принуждению. Вот так вот. Ну что, заканчиваю. До свидания. До следующего чтения.